и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Оного. Благословите друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую нам дал в наследие Господь. Есть, как мы прославляли, есть путь, есть способ наслаждаться благой вестью, наслаждаться благословениями Божьими. И этим путем является Иисус Христос, благословляясь, чтобы на этой неделе мы все могли наслаждаться этим благословением во Христе. Мы говорили о том, что если упустить суть, если упустить истину, то упускается и все остальное. И насколько Евангелие входит в нашу жизнь, настолько наша жизнь не меняется. И в то же время, если Евангелие еще не пришло в мою жизнь, если еще нет в жизни какого-то человека Евангелия, то, по сути, жизнь как бы еще и не начиналась даже. Потому что такие люди, они, думая, что они живут так, как они хотят, в действительности, что получается? Что они волей и неволей служат дьяволу. И есть даже такие, о которых говорил Господь, что вы принадлежите и выполняете желания Отца вашего дьявола. Поэтому давайте православим. Давайте будем людьми, давайте будем людьми, которые живут Евангелием, и в жизни которых Евангелие становится Евангелием. Конечно же, важно, пока мы живем на земле, важно молиться, важно то, что мы приходим в церковь, но более важное даже, это чтобы действительно это Евангелие становилось Евангелием в моей жизни. Не просто молитва или не просто хождение в церковь, но чтобы действительно благая весть стала благой вестью для меня и в моей жизни. Тогда действительно в моей жизни и через мою жизнь будут происходить действия Божьи, будут происходить те события, которые меняют историю, меняют эпоху. И тогда моя молитва, она будет действительно такой молитвой, которая может поменять это все. Не обязательно что-то делать, и даже молитва может сменить это. Поэтому давайте вместе наслаждаться этим благословением. Благословением, чтобы мы выявили Евангелие и наслаждались этим Евангелием. И люди, которые имеют Евангелие, это люди, которые могут смотреть не просто на то, что перед их глазами, что сейчас находится, но которые могут с верой смотреть в будущее и видеть то, что приходит, то, что придет с ожиданием смотреть в будущее. Одним из таких людей был Иосиф. Его взгляд был не на то, что перед его глазами, не на те проблемы, в которых он находился сейчас. Он смотрел в будущее. Он не смотрел, другими словами, Он не терял веру, не впадал в неверие, не впадал в депрессию, не отчаивался из-за обстоятельств, в которых он сейчас находился. Он смотрел в будущее, Он верил и видел то, что Бог приготовил для него. Он искал Божий план в тех обстоятельствах, в которых он находился. Конечно же, мы чаще всего смотрим либо же наше прошлое, либо же сосредотачиваемся на настоящем. И таким образом мы упускаем Божий план, мы упускаем ответы, и мы таким образом упускаем и будущее, которое Бог для нас приготовил. Не означает это, конечно, что мы в каких-то проклятиях будем находиться. Нет, но просто мы не сможем выявить те благословения, которые Бог для нас приготовил, и не сможем ими наслаждаться. Как израильский народ, как пока они в пустыне были, были те, которые наслаждались тем, что Бог с ними. Были те, которые постоянно роптали, постоянно не могли понять, почему они в этой пустыне находятся, потому что они не смотрели в будущее. Поэтому я благословляю вас, чтобы все вы могли смотреть действительно, обрести эту веру, обрести Евангелие, чтобы смотреть, иметь возможность смотреть в будущее, видеть это будущее и жить, несмотря назад и в сегодняшний день, осмотря в будущее и уже ожидая те ответы, которые Бог приготовил. И поэтому, по моим мыслям, по моим стандартам, не получится так. Поэтому нам нужна вера. Поэтому люди... Поэтому мы являемся людьми веры. И поэтому необходимо жить так, чтобы люди, которые вокруг нас есть, смотря на нас, могли действительно исповедать, сказать, что этот человек действительно человек веры. Поэтому и Бог, в Которого верит этот человек, действительно существует. И этот человек действительно наслаждается Божьими благословениями. Давайте будем вместе, такими людьми, и будем наслаждаться благословениями этим. Как мы знаем, мы читали сегодня с вами место из Писания, Евреям 10 глава. Это послание, которое было написано иудеям, евреям. И Павел, он был... Это послание к евреям, это письмо, как бы, еврейскому, израильскому народу. И Павел, он был евреем, он был законником, фарисеем, он был знатоком Библии. И с межской точки зрения, он был человеком, который выше всех остальных. Но что делал Павел? Павел, мы видим, что, если смотреть его прошлое, то он на основании закона, он осудил Иисуса, он преследовал церковь, убивал святых. И вместо того, чтобы воспринимать, принять эту действительно благую весть, он в итоге видел только закон. Поэтому Библия говорит нам только о Христе. И несмотря на то, что мы можем иметь Библию, если мы будем читать эту Библию просто как книгу, просто как какие-то знания, как закон, конечно же, мы не сможем увидеть Христа в нем. Так и Павел, он смотрел Писание все, на тот момент Ветхий Завет, и он видел там только закон. Он не видел Христа в нем. Поэтому однажды, в тот момент, когда он был на пути в Дамаск, Христос явился ему. Тот Христос, которого он ненавидел, которого он гнал. И вот в этот момент, с того момента, жизнь Павла совершенным образом изменилась. Его взгляд на Библию, взгляд на историю, взгляд на жизнь, взгляд на себя, на людей, совершенным образом изменилась, потому что он видел, он осознал благую весть. Он осознал, что действительно Иисус является Христом. Он понял, что такое грех, что по-настоящему грех, что это не просто мои поступки, а это то, что уже исходит из того состояния, в котором человек находится, в состоянии разделения с Богом. И поэтому Павел, который раньше смотрел на крест, как на форму, как бы, казни, форму, так как проклятие было, крест это как проклятие действительности. Но он уже увидел после встречи со Христом, он уже начал смотреть на крест, как на то, что, как действительно на благословение для себя, потому что он получил прощение грехов, обрел жизнь, именно потому что Иисус, он умер, он был распят на кресте. И он, который заслуживал проклятие и смерть, он исповедал, что теперь крест — это сила, сила Божья. Это то, что кажется безумием, но это то, что для тех, которые не знают Христа. Поэтому для тех, которые верят, это является силой Божьей, как 1 Коринфянам 1 глава 18 стих. Поэтому и для нас, пусть это будет действительно с вами, для тех, которые наследуют спасение, пусть это станет силой Божьей. Поэтому действительно вот этот момент, когда осознал Евангелие, это стало поворотным моментом в жизни Павла. Поэтому и он говорит, что я уже рассудил быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И в Римлянам 1 главе 16 стихе он говорит, что я не стыжусь благовествования Христова, потому что это есть сила Божья ко спасению всякому верующему. И, во-первых, иудеям, и также и всем остальным народностям. И это Евангелие. То, о чем Павел пишет, что то Евангелие, которое Бог обещал через пророков Своих, и то Евангелие, оно открылось в нам через Сына Божьего, через Иисуса Христа, в силе, по Духу Святыни. Каким образом открылось, когда Иисус Христос, Он воскрес из мертвых. Поэтому не просто даже крест. Крест — это освобождение действительно от проклятия, освобождение от греха. Но еще больше — это воскресение Иисуса Христа. Поэтому только суть Евангелия в том, что Христос является силой Божьей. И только у Христа есть сила устранить первородный грех. Христос — это единственный способ встретиться с Богом. Христос — это единственный путь к победе над сатаной. Только Христос является решением всех проблем прошлого, настоящего и будущего. Поэтому это не просто Библия, это сила Божья. И мы не только смотрим на крест, но мы видим действительно на силу. То есть всякий раз, когда, как и Павел, всякий раз, смотря на крест, что нужно видеть? Видеть силу Христа. Силу Иисуса Христа, который разрешил все эти проблемы. Но что мы видим в отношении Павел, он, понимая себя, он, видя себя, в каком состоянии он жил, как он находился, он понимает, что и иудеи, и евреи, они в таком же состоянии находятся. Они смотрят на Ветхий Завет, они смотрят на все с точки зрения религии, закона. И поэтому поэтому вот это послание к евреям было написано, чтобы действительно помочь евреям, помочь июльтеям осознать, что есть по-настоящему послание Ветхого Завета, что есть по-настоящему, что такое грех, что есть прощение греха, кто есть Христос, и что этим Христом стал Иисус. Вот это есть для того, чтобы как бы Павел, осознав это все, он желал поделиться этим всем. поэтому Павел, мы как бы видим, что его желание было, когда он писал это письмо, это чтобы действительно мы стали людьми, людьми веры, в жизни которых Евангелие действительно становится Евангелием. Поэтому первое, о чем мы будем говорить, это человек веры, который знает суть Евангелия. Мы видим, что и Павел, и, соответственно, и иудеи, все евреи, они смотрели на Иисуса как бы свысока. И Павел, он знал их чувства, потому что он делал то же самое до встречи с Иисусом. И потому что Павел, как и все иудеи, на то время они спасение понимали, как соблюдение спасения, это то, что приходит через соблюдение закона, через такое как бы самосовершенствование. но что Павел пишет, посмотрим давайте в 19 стихе, он пишет, что братья, мы имеем дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Почему? Потому что это то, о чем говорит Павел, что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть через кровь Иисуса Христа путем новым мы можем входить. Посмотрите 20 стих, что сказано? Там сказано, что этот путь новым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою. Когда мы смотрим Ветхий Завет, то что там что мы вообще понимаем в отношении что мы можем знать об этом? Там сказано изначально это была Скиния. Даже перед тем, как храм был построен, была Скиния. И в Скинии находилась святое святых, где находился ковчег Завета. И первосвященник мог только один раз в год должен был туда зайти для того, чтобы принести жертву крови для искупления, для прощения всего народа. То есть раз в год он приходил священник, входил туда и первосвященник сам перед тем, как войти, он должен принести сначала жертву за себя, потому что если он не очистит себя, войдет туда, то он сразу же погибнет. И такое случалось, поэтому к ним даже привязывали веревку за ногу для того, чтобы их потом вытягивать, если вдруг они не принести жертву за грех или же не покаялись действительно перед Богом, если что-то нечистое было в их мыслях или сердце. Поэтому вот эта вот завеса, она была плотная, из плотной ткани сделана, и поэтому никто не мог, когда это уже все устанавливалось, когда устанавливался храм, когда все это делалось, то есть туда только один раз мог приходить священник в год. И вот эта вот завеса, когда Иисуса Христа распяли, когда Он умер на кресте, эта завеса разорвалась, она не снизу вверх, она сверху вниз разорвалась. Как будто бы если кто-то взял так вот ее сверху и разорвал. Потому что если бы это люди разорвали, потому что она сверху, если бы люди разорвали, этого снизу вверх бы разорвались. А она разорвалась сверху вниз, это означает Бог это сделал. Поэтому уже теперь открылся путь. Если бы Иисус не умер, если бы не было Христа, то путь бы этот не открыт был нам. Когда Иисуса Христа распяли, разорвалась завеса и Бог широко открыл этот путь для каждого. То есть не только священник имел доступ, первосвященник имел доступ к Иисусу Христу, теперь каждый из нас может входить святое святых. Благодаря чему? Благодаря крови Иисуса Христа, которая пролита и которой мы окроплены. Поэтому Христос это тот, который положил конец проблеме первородного греха, которая была проблемой, которую невозможно никаким образом решить нашими проблемами. Поэтому вот это то, для чего пришел Христос, чтобы открыть путь к Богу, чтобы сокрушить дьявола, чтобы освободить нас от греха и смерти. И этим человеком является Иисус, который по плоти потомок Давида и по духу Он открылся как Сын Божий. То есть, Он совершенный Бог и совершенный человек, потому что иначе невозможно, чтобы заместительная жертва произошла. И это то, что пришло как исполнение духовного закона, который Бог дал, закон греха и смерти, и также исполнение через закон духа и жизни. Поэтому то, что мы с вами здесь находимся, это мы с вами люди, которые обрели жизнь через Иисуса Христа. Нам дано Евангелие и через Евангелие мы обрели с вами статус уже детей Божих. Поэтому что нам необходимо? Нам необходимо также через слово, которое мы слушаем, утверждаться, убеждаться в этом, чтобы Евангелие стало для меня действительно жизнью и запечатлилось во мне. Поэтому нам с вами важно, чтобы через благую весть, чтобы через размышления над словом менялись наши мысли, менялся наш взгляд на наше прошлое, на все, что внутри нас есть, чтобы мы получали исцеление и обретали силу. Потому что часто мы с вами живем, мы не тронуты Евангелием, но мы движимы чем-то иным, чем Евангелие. Мы получаем благодать от чего-то другого, мы подвергаемся искушениям, мы продолжаем смотреть на вещи вокруг нас, на людей и упускаем суть по-настоящему. но действительно ли мы понимаем, кто такой Христос? Действительно ли наш разум и наше сердце наполняется Евангелием? Потому что действительно ученик это тот, который действительно понимает, что Христа достаточно, Евангелия достаточно, и это все возможно не просто каким-то таким волшебным способом. Посмотрите, ведь ученики Иисуса Христа они находились со Христом вместе. И дальше даже когда мы видим уже, когда Христос вознесся, то что было? Они собирались вместе каждый день, общаясь по слову. поэтому вот то, что внутри нас находится, может поменяться только если мы будем размышлять над словом и делиться словом. Поэтому не обманывайтесь тем, что окружает вас, не обманывайтесь обстоятельствами. Пусть Евангелие действительно станет для вас тем, чем оно является по сути. Евангелие благая весть совершенная, абсолютная и вечная. Это тот ответ, который дан Богом. Благая весть это сила, которая дает жизнь. Это сила, которая освобождает нас, освобождает нас также от всего, что нас сковывает. Освобождает нас от греха и смерти, освобождает от власти сатаны. И дает нам истинную свободу. Поэтому казалось бы, проблемы мы всегда получается смотрим так, что если нет проблем в моей жизни, а, значит Бог есть, значит Бог со мной. Но если как только приходят проблемы, сразу же сомнения приходят. А, действительно ли Бог есть? Действительно ли все так по-настоящему? То есть мы стараемся избегать проблем, мы стараемся избегать всего этого. И когда приходят проблемы, сразу же неверие приходит. Ну, почему-то проблемы ко мне пришли, почему так? Но нам нужно не обманываться. В проблеме есть ответ, в проблеме есть Божий по-настоящему? Поэтому как только приходит какая-то проблема, что говорит Матфея 11, 28 стих? Придите ко мне все отруждающиеся и обремененные, я успокою вас, я дам вам мир. Возьмите иго мою на себя, потому что оно легко и благо. поэтому нам с вами необходимо действительно не бояться, когда проблема приходит, но приходить ко Христу, чтобы выявить Божий план и выявить, что Бог желает. Потому что иногда проблемы приходят в нашу жизнь. Не потому что Бог что-то дает нам, какое-то испытание или что-то еще. Проблемы приходят, потому что что-то внутри нас есть, какой-то стержень, что-то, как, знаете, если на стене какой-то есть крючок или есть какой-то анкер, когда при строительстве здания делают, то есть такой анкера или такой стержень, на который что-то вешается или как бы крепление может быть использоваться. Но внутри нас есть также в наших сердцах что-то, на что вот эти проблемы вешаются, на что-то, из-за чего мы зацепляемся за что-то. И вот это нам нужно выявить, что еще внутри нас есть такое, что из-за чего мы зацепляемся за это все. есть на английском языке слово такое как кинг-пин. Пин, пин вообще так как тоже является в принципе значения очень много есть. И в зависимости от обстоятельств и вообще как бы от сферы применения это слово имеет, если его переводить например на русский язык, то имеет разное значение и на корейском тоже. Например в боулинге например если вы собьете самую главную кеглю, то все остальные кегли они будут она зацепает всех и все падают. И другой пример если в отношении слова кинг-пин что это означает это вы знаете что например в джунглях Амазонки там очень много занимается вырубкой леса и когда вырубают вот эти большие такие деревья бревна то если их транспортировать с помощью машин есть конечно и машины транспортировка но есть если это рядом с берегом с берегом реки если транспортировать это по суше то древесина высыхает начинает раскалываться поэтому что они делают они бросают эти все бревна в реку и они используют метод водной транспортировки но случается так что по течению реки одно дерево древно может где-то зацепиться за камни или за какие-то сорняки и что случается тогда это одно дерево оно оно стопорится и получается все остальные деревья которые следуют за ним по течению реки они также стопорятся и получается вот такая вот такая проблема которую ну как это можно как ее можно решить нужно нужно вот это одно дерево нужно его освободить нужно убрать его тогда все остальные деревья пойдут но не всегда это не всегда это как бы можно узнать где это дерево которое зацепилось и смотря вот такой документальный фильм про эту работу один раз тоже показано было что случилось такая и вот работники не стали пытаться по одному эти все деревья как-то проталкивать и один работник он тогда осознал понял что нужно вот это вот дерево найти которое стопорит это все и вот это дерево также которое стопорит это все тоже называется кингпин поэтому что смысл в этом в чем это смысл в нашей жизни есть тоже что-то что как стопорит все как то что как какая-то заноза как что-то, что препятствует нам наслаждаться благовестью, что-то, что препятствует наслаждаться семейным счастьем, что-то, что разрушает жизнь, что-то, что разрушает даже церковь. Поэтому нужно... Это что-то, что я только знаю. Это та причина, которая препятствует мне действительно наслаждаться благовестью. Поэтому нужно найти это. Нужно выявить это. И, возможно, вот эти проблемы, которые приходят, не просто так, это то, что поможет мне выявить, что еще мешает мне, что является вот этим вот анкером, стержнем, тем, что это может быть какая-то... что-то, что толкает меня и приносит депрессию в мою жизнь. Это то, что... Возможно, это рана какая-то из детства еще, которая... И я из-за того, что не могу получить исцеление этой раны, это препятствует моему духовному росту. Такое в нашей жизни, что вот мы как бы слушаем Слово, ходим в церковь, но внезапно попадаем в какие-то испытания, и... Вот этот момент, когда такое случается, нам необходимо, как сказано было Иакова, 4 глава, 7 стих, так же, что нам нужно противостать дьяволу. Нам нужно не обманываться дьяволом. Не обманываться так же вот этим всем. Нам... Мы уже стали с вами. Мы получили Евангелие, получили спасение, стали чадом Божьим. И уже благословения все приготовлены в нашей жизни. Но есть вот этот стержень какой-то... Какой-то внутри нас духовный стержень, который препятствует моему духовному росту. Это какие-то... И это то, что меня держит в этом, в неправильных мыслях. Постоянно-постоянно заставляет нас жить в каких-то сравнениях. Это все то, что препятствует действительно общению с верующими, обновлению моему. Если мы не сможем обновляться в нашей жизни, то... Тот Божий план, который Бог для нас дал. Бог желает, чтобы мы смотрели в будущее, как израильские народы, когда они в пустыне находились, чтобы они смотрели ту землю хананскую, в которую Бог их призвал, и не смотрели на свои силы, не смотрели на чего-то есть, чего-то нет. Верили, что Бог... Приготовил, и Бог даст, и Бог... Бог все сможет, все дал, все уже совершил в нашей жизни. Поэтому важно, чтобы мы избавились, нашли и получили исцеление от вот этого внутреннего... Внутренней занозы какой-то, которая внутри нас есть. Поэтому... Как важно, что нужно делать? Через слышание слова, через размышления над словом, через обновление мыслей, чтобы мы действительно стали смотреть в будущее. Не думать, не переживать о том, в сегодняшнем дне. Не держаться за прошлое, что кто-то меня когда-то где-то в чем-то обидел, или еще что-то. Потому что это все сатана, дьявол использует для того, чтобы мы падали, для того, чтобы нас сбивать с ног, для того, чтобы... Поэтому нам что нужно делать? Новой жизнью во Христе Иисусе. Быть действительно тем, кем мы есть, наслаждаться тем, кем мы есть. Мы уже чада света. Поэтому важно, если есть возможность, например, получать обучение, если позволяет это время, то получать обучение. Когда есть в церкви какое-то обучение, либо же это, возможно, во время праздников корейских, как Чусок и Сальна, или же в другое время. Слава Богу, что наши все пресвитеры церкви, они понимают важность этого. Поэтому они делают все возможное, чтобы и самим входить в обучение, и также помогать верующим церкви, и чтобы они также могли получать обучение. И нам с вами важно, действительно, если даже нет возможности входить в такое обучение, то важно, чтобы мы сами имели время, размышления и искреннее время, когда мы стоим перед Богом, чтобы выявить вот эту занозу, выявить тот стержень, который вбит в меня, который дьявол использует, и из-за которого мы постоянно за что-то зацепляемся, из-за которого мы теряем силу, который приносит нам боль, страдания, из-за которого блокируется все в нашей жизни. И важно, чтобы мы обновились и смотрели в будущее, смотрели, что Бог приготовил для меня, смотрели на себя через призму Евангелия. Поэтому благословляю, чтобы мы все могли встать на путь обновления через... смотреть через Слово Божье. Потому что если мы на свои мысли, на свои слова полагаемся, то будут только проблемы приходить. Даже посмотрите, в наши жизни, и мы сами, иногда не осознавая, из-за вот этого всего внутреннего Слово состояния, мы другим людям даем так же, даем людям раны. Потому что те слова, которые мы говорим, если в нас внутри неверие, если в нас внутри какие-то депрессии, все что-то есть, то мы и других людей, получается, не благословляем, мы словами своими же и проклинаем, своими словами же и как бы осуждаем и бессилие приносим в других жизнях других людей. Поэтому даже это не значит, что мы такие плохие, все такие. Посмотрите, израильский народ, Бог поэтому и сказал, когда они были, ходили вокруг Иерихона, что он им сказал? Молчите. Не нужно говорить ничего. Посмотрите, когда они ходили, он сказал им, ничего не делать, просто ходить вокруг стены Иерихона в течение семи дней и потом следовать просто за ковчегом. Следуйте истинному слову, не своим словам. Потому что он знал, что они сразу же начнут роптать, говорить, что это такое, почему мы ходим, почему. И люди бы стали следовать не слову Божьему, а словам других людей. Поэтому что нужно делать? Следовать истинному слову и молиться. Не нужно ничего говорить. Поэтому, когда мы чувствуем обиду или гнев, лучше просто рот на замке держать. Потому что если вы откроете рот, то 100% какие-то неприятности будут. Или для вас, или для других людей. Если что-то хочется плохое сказать про кого-то, лучше промолчите, лучше помолитесь. Потому что это то, что ранит людей. Или даже если это не напрямую вы этому человеку скажете, о этом человеке, что-то негативное, плохое, это все равно влияет на этого человека. Поэтому, когда вы злитесь на что-то, лучше не говорить. Особенно родители, когда злятся или сердятся на детей, не говорите плохих слов на них. Потому что это все становится раной для людей. Не говорите, когда вы гневаетесь, вот именно, когда вы гневаетесь или раздраженные, просто молчите. Потом, когда у вас гнев уйдет, раздражение уйдет, скажите, ничего не случится, если вы скажете через 20 минут, через час или на следующий день. Но вы, в плане плохого не случится, как раз наоборот, хорошее случится, потому что у вас уже не будет этого гнева, этого злости или раздражения. А когда уже это все уйдет, и вы скажете, то вы действительно сможете донести то, что нужно для этого человека. И это то, что сможет этот человек принять, и это то, что не будет давать раны человеку, и это то, что может действительно дать силу человеку. Поэтому, точно так же и в семье, точно так же и в церкви, точно так же и на местах действия, где вы находитесь. Поэтому, и мы не получаем водительство Духа Святого, потому что мы впереди впереди Бога бежим, впереди своими мыслями, своими словами бежим. Поэтому и есть такая пословица даже в Украине у нас на лиспо перед батьков пекла. Поэтому нам с вами сказано так же в 24 стихе мы читали с вами «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Поэтому что нашим приоритетом должно быть? Поощрять друг друга к любви и добрым делам. Поэтому действительно нужно, чтобы приоритетом нашим было вот эта проницательность. это чтобы мы думали не о своих интересах прежде всего, не основывались на своих стандартах, не то, что срочно или то, что необходимо сейчас нам так кажется, чтобы мы действительно искали, в чем воля Божья, в чем желание Божье. Поэтому важно, чтобы нашим важным приоритетом и стандартом в жизни стало то, что является Божьим. Бог, Он для чего нас оставил на этой земле? Чтобы мы тут мучились, ссорились друг с другом, чтобы страдали, искали тому, где мне, как мне выжить, где мне деньги заработать, где мне, что мне сделать. Нет, не для этого Бог нас оставил на этой земле. Бог оставил нас на этой земле для того, чтобы мы через нас любовь Божья явилась в нашей семье, чтобы мы стали теми людьми, которые, кто еще, все люди друг друга с друг другом ссорятся, друг друга обзывают, раздражаются один из-за другого, потому что гонятся за деньгами, гонятся за успехом, гонятся за чем-то своим, что они хотят. Поэтому проклинают и родителей, и проклинают этим самым своих детей, проклинают власти. Весь мир, мысли всех людей это зло во всякое время. В итоге, то, что Бог сказал еще в шестой главе книги «Бытие», потому что каждый смотрит эгоцентризм и материал-центричность. Поэтому мы хотя бы должны быть не гордиться этим самым, а мы, это те, которых Бог призвал, чтобы мы были теми людьми, которые освящают этот мир, которые молятся за своих детей, за своих родителей, за людей, которые рядом с нами есть, которые благословляют их, они проклинают. Поэтому давайте молиться, чтобы они